Некне чистят, что у нас дороги. Вы вообще нам не принадлежите. Я вот было в собрании и сказала, что извините, мы Америке принадлежим. Жители Новой части деревни Перемейки чувствуют себя по-старому забытыми. Село активно расширяется с 2013 года. Дома появляются быстро, инфраструктура нет. 600 метров дороги вот этой, это мы на свои деньги скидывали все и отсыпали сами. Улица у нас идет окольная, поперечная, начальная, энтузиастов. Вот эту улицу мы в том году сами по 2500 скидывали и засыпали. Даже щебень здесь роскошь. 50% дорог, грунтовые, но разоряет не только дорога, говорят местные жители. Пожалуйста, 9500 у нас оплата за февраль. Пожалуйста, 8635 за январь. И это счета только за электричество. Это и свет, и тепло, и вода в домах. За 8 лет голубое топливо в деревне не появилось. Как только у нас света нет, у нас нет ни воды, ничего, ни отопления, ничего в доме нет. Письма чиновникам, республиканским и федеральным, в Минстрой, Министерство промышленности и торговли республики. В итоге в новом поселке построили газораспределитель. Все инстанции ответчикам оставили исполком высокогорского района. От них один ответ. Прочитав такие ответы, обращались в исполком. Нам как сказали, что извините, но денежных средств на вас у нас нет. Участки в Новых Пермиках продавал частный инвестор. Земли сельхозназначения он перевел под индивидуальное строительство. По словам жителей, в 2016-м он отказался от собственности в пользу государства. Теперь администрация пытается и его привлечь к благоустройству. Чтобы вернуть данные земли опять собственность предыдущего собственника и уже его обязать сделать нам дороги. Купли-продажи администрация района не участвовала. Об этом говорит глава поселения. Часть села – высокогорский район, но вот на баланс новые пермики не взяли. Сейчас этим вопросом как раз таки занимаемся. Там на сегодняшний день фактически 946 участков земельных, 11 жилых домов и проживает только 19 человек. То есть 8 лет – это нереальный срок. Фактически они начали жить буквально последние года. Ускорить темпы газификации и благоустройства главой направлены письмам Минстроя республики. По оптимистичным прогнозам голубое топливо появится в 2019-м. Алибина Минебаева, Лейсан Саберова, Марат Зайдулин, ТНВ, Высокогорский район. Редактор субтитров А.Семкин